И я напоминаю, что сегодня у нас 30 декабря, завершающий 2021 год, мои хорошие, и мы сегодня хотим сказать, что 9 с половиной месяцев как раз идет такой момент, когда Светлана у нас находится в автономном режиме проживания. У нее есть новые интересы, у нее, конечно же, все больше и больше она живет на эмоциях, на ощущениях, на кайфушках, которые она научается брать от жизни, выискивать, покупать, исследовать, изучать. И вот, и сейчас мы встречаем Светлану Лаврову, друзья, под бурные аплодисменты, и с вопросами, конечно же, также будьте готовы. Светочка, добрый вечер. Да, а то мне показывала, что микрофон. Добрый вечер, всем спасибо за встречу, спасибо, что пригласили. С огромным удовольствием наш, наш последний эфир в этом году, вот, и, конечно же, будут огромные поздравления в самом конце, вот, и хотела бы ответить на первый из вопросов, если можно, потому что его было, этого вопроса было, этих вопросов было подобных больше всего. Ну, я раньше об этом никогда не задумалась, потому что, ну, сама, видимо, никогда не обращалась. Мне очень много задали вопросов, будем ли мы устраивать какой-то новогодний Новый год в нашей компании, как бы, новогодний, там, это не ретрит, не марафон, а вот именно какое-то вот новогоднее мероприятие, чтобы справить Новый год в кругу единомышленников. Ну, ребят, я, если честно, об этом не задумывалась, вот, как-то так не получалось, но я думаю, что у нас есть год, чтобы все организовать к следующему году. Вот, и, конечно же, это будет здорово, потому что мы непьющие, малоедящие, любящие много танцевать, двигаться, смеяться, и все, что связано с энергией, конечно, мне кажется, это будет клево. Ну, в этот год немножечко не подготовились, потому что, вот, не ожидала это. А следующий год, наверное, с огромным удовольствием это организуем. Леточка, а что тут готовится, дорогая? Мы можем запросто договориться, что школу автономии сбрасывают все свои поздравлялки у новогодней елки. В момент боя курантов скидываем все свои пребывания, кто где будет находиться в этот момент, кто за праздничным столом, кто где-то действительно на улице, кто в каких-то интересных местах. Поэтому, конечно же, конечно же, друзья, отправляйте все свои видео, аудио, поздравлялки личные с вашим присутствием. Конечно же, не надо нам пересылать тиктоковские поздравления, потому что будут хорошие слова, друзья, но, тем не менее, постарайтесь это от чистого своего полного сердца и так далее, подобное сделать. Конечно же, все отправляем в чат школы автономии, конечно же. Давай, Светочка, сделаем. Да, обязательно. И с завтрашнего дня запускаем мы флешмоб на Инстаграме, на моей и на Риминой странице. И вы помечаете нас и помечаете себя, и мы тоже это сделаем обязательно. В одной фотографии мы показываем в шуточной форме все, что мы достигли за этот год. В одной? В одной. Как это все делать? Я завтра с самого утра это фотографирую, выложу. И вы точно так же выкладываете, помечаете, и чтобы у нас этот флешмоб, он максимально запустился. И это, конечно же, сделаем и в Телеграме, и в Инстаграме. Давайте, давайте, ребята. У нас завтра целый день, целые сутки. У кого-то Новый год начнется раньше, у кого-то позже, потому что наш мир такой многообразный и география велика. Отличное решение. Вот, все это спонтанно. Какая подготовка, Светуль, ты сама все делаешь спонтанно. Замечательно. Хорошо, Светочка, я сегодня слишком с хорошим интернетом, что боюсь его нарушить. Поэтому на правах ведущей попрошу тебя зачитать вопросы с Ютуба. Что там друзья пишут? Зачитать вопросы с Ютуба. То есть мне уже поступают такие вопросы, куда покупать билет на ретрит в мае? В марте, в марте. В марте, в марте. Вот, ребят, мы пока про март. Давайте мы определимся в начале года. Ах, да, куда. Вот, мы сейчас вам скажем, что в феврале, ну это будет середина февраля. 14 февраля по 19 февраля будет детокс-марафон в Сочи. В каком отеле мы вам скажем к концу недели. Это будет как раз после Нового года, когда мы с вами уже всего самого вкусненького накушались. Уже от этого от всего устали. И хотим обратно вернуться в свое любимое легкое состояние. Это, конечно, будет вот этот детокс-марафон. И это будет как такая небольшая подготовочка к следующему нашему очень глубокому ретриту. Потому что еще, ребят, скажу, что следующий ретрит, который будет в мае, мы не всех туда будем брать. Скажу откровенно. В марте? В марте, Светочка, в марте или в мае? В марте, да. В марте. Ой, в марте. В марте, в марте. После февраля марк же у нас идет. Да, в марте. В марте это будет такой глубокий ретрит с такими достаточно глубокими практиками. И чтобы люди четко понимали, куда они едут, для чего они едут, что их жизнь больше после этого ретрита никогда не станет прежней, я могу сказать абсолютно точно, что мы будем брать не всех. То есть у нас будет в любом случае предварительная какая-то, хотя бы, ну, такой опрос, конечно, это грубо звучит, но какая-то предварительная беседа у нас будет обязательно. И уже нескольких человек мы, я попросила, чтобы они подготовились, наверное, либо к следующему такому ретриту, либо чтобы еще немножечко, еще немножечко занялись собой, что у них есть еще немножко своего свободного времени, где они могут посвятить сами себе. Но не все пока готовы к этому ретриту. Он действительно будет достаточно глубокий. И мы четко понимаем, что мы берем огромную ответственность, в том числе и на себя, ведя людей в те состояния, в которых находимся мы. Поэтому детокс-марафон, да, мы всех ждем с огромным удовольствием. Вы можете там нас прощупать, что мы можем приблизительно, как вы будете чувствовать себя в нашем поле, в нашей атмосфере, с нашими какими-то практиками, с нашими рассуждениями, с нашими болталками. Там мы вообще с огромным удовольствием, сколько будет там людей, абсолютно не важно, потому что от количества человек мы выберем именно то место, сколько мы поместились там абсолютно все. Поэтому там может быть и 50 человек, и 100 человек. Это абсолютно не важно. А уже на вот этот, на глубинный марафон, там уже будет такое, чтобы вы, ребята, уже четко понимали, что чтобы вы это не просто так посмотреть, а вдруг, а вдруг мне понравится, а вдруг это мое, чтобы вы уже четко понимали, куда вы едете. Вот это я хотела бы сказать про это. А я хотела бы добавить, что у нас будет объявлена стоимость этого детокса буквально в первые дни января. И до 50 человек, мы надеемся, что, ну, по крайней мере, до 40 человек, вместимость мест, которые мы сейчас, с которыми мы ведем переговоры, где мы узнаем о 30-ти. И поэтому, во-первых, это будет интересное место, доступное к морю. Это будет там, что мы будем все в одном пространстве. И будет очень комфортабельно и красиво. Вот. Гвозди обязательно будут. Побольше бы гвоздей, да. Как говорят, гвозди делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей, да, как у Маяковского. Да-да-да. Чтобы по два часа стояли, можно? Можно, конечно. Первый раз я встала на гвозди на час 50. Ну, просто уже потому, что не было смысла стоять. И мы уже танцевали на гвоздях на нашем первом ретрите, друзья. И продолжим, конечно же. И вы почувствуете, что такое ледяные ванны. Да, конечно, море как раз будет еще достаточно хорошо. Охлаждаясь, друзья. Вот. Спасибо огромное за ваши, скажем, я считаю, что обоснованные комплименты. Спасибо огромное, да. И мы действительно, мы выбираем лучшие места. Мы ведем переговоры. И на самом деле хочется, чтобы максимально-максимально вы получили отдых и расслабление, и хорошую-хорошую такую прокачку, хорошее очищение как тела, так и ума, друзья. Детокс, конечно, будет очень интересным. С элементами некоторыми. Мы не хотим сейчас раскрывать все тайны. Ну, а что мы говорим про мартовский, то там вообще будет просто перерождение, друзья. Будут практики смерти. Я все-таки скажу, Света, прости меня, раскрываю. Хорошо. И, конечно же, после этого будет очень глубокое осознание, кто я есть на самом деле, для чего я в этом мире, что полезного я несу. И после этого будет тоже практика рождения уникальнейшая. Мы как раз сейчас вот собираем все-все опять в одну жемчужину, вот в одну-в 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 одну такое ожерелье, чтобы можно было вас довести до полного переформатирования, перерождения, друзья. Поэтому будет интересно. Светочка, что там у нас еще? Я из Ютуба, от Марии, зачитаю вопрос. Какая нужна подготовка и что с собой иметь? Какая задержка, пробежка в километрах, сколько сухих? Ребят, если мы говорим о детокс-марафоне, то там, в принципе, никакая подготовка не нужна. Там нужно ваше желание. А если мы говорим о мартовском ретрите, то там тоже не столько нужна даже подготовка, сколько нужна ваша четкая. Это ясное и осознанное намерение. Это самое главное. Потому что вы можете быть в практиках и год, и два, и 22 года. Но вы не идете дальше не потому, что у вас практик мало. Вы не идете дальше, потому что у вас именно голова, осознание ваше не подготовлено. Поэтому, если вы готовы, мы с огромным удовольствием с вами туда пройдем, вам покажем то, где мы находимся на данном пути. Сколько там будет сухих дней? Ну, конечно же, там будет минимум три дня. Это минимум будет три дня. Да, возможно, и больше. Там будем все равно смотреть по подготовке каждого, чтобы это было в огромном удовольствии, но не в аскезе. То есть мы через аскезу делать ничего не будем абсолютно. Вот только через любовь и только через принятие. Полностью согласна с тем, что через принятие себя и через любовь к себе, потому что все начинается с любви к себе. И эти практики любви к себе как раз-таки будут приближать с каждым шагом вас, нас к самим себе настоящим. Потому что самое непростое, хочется сказать, это то, чтобы на самом деле перестать обманывать себя самих. Это самое непростое, что я делаю с собой, когда мы привыкли к самообманам, где умы с интеллектом объединяются, и мы все время придумываем оправдание за какие-то неделания или неделания. И вот здесь великое, скажем, как сказать, великое разблокирование, да, разлучивание, разлочить, как там говорят, да, в этих айфонах, разлочить, разлочить надо. Так вот здесь тоже великая разблокировка самих себя, расколдовывание, я называю больше. Да, отлично. Так, я сейчас хочу зачитать вопросы, возможно, в нашем чате здесь. Благодарю, благодарю, Илья, благодарю тебя, не останавливайся. Ну, все, Илья, теперь только в кольцо и ретрит. Отлично, отлично. Можно сначала ретрит, потом в кольцо. Ребята, вот, вы знаете, сегодня я делала такие, скажем, дела, которые, собственно, не говорят на самом деле, но я хочу не столько похвастаться, сколько поделиться своим состоянием, когда я приготовила несколько подарков людям, которые живут отдельно. А это мамочки моих друзей, которые находятся в других городах и даже странах. Вот, и знаете, какое я получила огромное удовольствие, такое, знаете, вот это называется отдача. Вот, когда даже вот животному сделаешь, животное ничего не может сделать взамен, но вот эта благодарность, она считывается, и она энергия чувствуется. Так вот, я буквально только в десятом часу пришла с очередного визита мамочки моего друга, и настолько вот это было общение, знаете, ни к чему не обязывающее и ничего не ожидающее, но оно настолько было наполненным, что я прям живу на этой энергии, вот прям живу. И на самом деле, друзья, давайте сегодня, завтра, вот эти сутки успеем сделать добрые дела, чтобы можно было, не ожидая ничего взамен, даже не говоря человеку. Просто можно сделать так, что человек не будет знать. Подумайте, кто еще остались одинокие люди, возможно, вокруг вас, кто-то проживает в возрасте, либо еще люди, которые не могут о себе позаботиться, либо им вы можете сделать что-то, чтобы порадовать их. Жизнь так коротка, с другой стороны, да, чтобы успевать делать какие-то добрые дела, не ожидая взамен. Ну все, я сказала. Да, ребята, я тоже все-таки вам хочу похвастаться, потому что я уверена, что это, наверное, важно для многих людей. И, возможно, наш канал «Автополстар» уже смотрят очень многие люди, и, возможно, этот эфир посмотрят именно те люди. И если это будет особенно в рождественскую ночь, это будет просто чудесно. Я хочу, наверное, все-таки похвастаться. Я вам уже говорила про разные заболевания, которых не существует, как они, почему они есть у нас, почему их нет. Но все же я хотела бы еще раз вам проговорить. То есть у меня есть уже очень хороший друг. Я не могу его сказать, что это мой клиент. Это уже далеко не клиент, это уже далеко не тот человек, с которым я просто работаю. Это уже стал действительно друг. Он живет в Португалии на сегодняшний день, и у него уже много-много лет ВИЧ. И я вам как-то говорила, что мы с ним зашли сначала на 5 дней сухих, то есть у него сначала не было сухих, мы с ним зашли на 5 дней сухих. В эти 5 дней мы с ним очень много и очень ежедневно работали именно с головой, прорабатывая голову, вытаскивая все, для чего ему эта болезнь, какие он ищет бонусы в этой болезни. И очень так достаточно глубоко прорабатывали. За эти 5 дней, 5, всего лишь 5 дней. И когда он пришел, сдал анализы, у него показало еще до этого 2 года, у него были анализы только в минус шли. Он перестал пить таблетки, и они у него просто вот понакатаны в минус, 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 и хуже, хуже, хуже. И когда он после 5 дней пришел сдать анализы, то врач сказал, у вас есть незначительные, но улучшения. Я, конечно же, обрадовалась, но так как мы все себя знаем, то и он в том числе отреагировал на это так, что а вдруг это совпадение, а вдруг это не про это, а вдруг это там что-то еще сработало. Но здесь я была бессильна, как бы, я говорю, ну надо только методом тыка проверять опять. И у него произошло такое достаточно сильное обнуление, когда он говорит, мне ничего не нужно, никакой автономии, никаких голоданий. Еда – это вообще единственное, от чего я получаю радость, поэтому никто меня не трогает, и вот я пошел в свою еду. Но я спокойно, конечно же, это приняла, потому что человеку нужно и этот момент тоже пережить самостоятельно в своих каких-то грезах, в своих думках, и не стала его пока тревожить. И через какое-то время он мне скидывает смс, что он в депрессии в огромной, только вышел от врача, врач ему дал два месяца жизни, сказал, что уже необратимые процессы, которые, ну, уже несовместимы с жизнью, выписал, конечно же, ему лекарства, сказал, что не факт, что они помогут, конечно. И говорит, вот мне вроде как, что мне теперь делать? Я говорю, идти на автономию. Он говорит, а зачем? А вдруг не поможет? Я говорю, ну тебе какая разница? Тебе два месяца дали жизни, два месяца, все. Какая разница, как ты их проведешь? Либо сработает, либо не сработает. Ну, давай будем пробовать. И в результате он зашел на 21 день. И после того, как он зашел на 21 день, я сразу же Риме, конечно же, сбросила, похвасталась, он как только вышел от врача, скинул мне СМС, у него значительные улучшения. Врач сказала, что не понимает, в чем дело. Она говорит, вот видишь, как работают таблетки. Причем она как бы дала понять, что даже от таблеток она не ожидала такую реакцию. И вплоть до того, что она ему сказала, что посещение сейчас будет только раз в два месяца. То есть ни о какой смерти уже речи не шло. И человек идет на значительные улучшения. И после этого он уже не мог это не принять. И на сегодняшний день мы с ним договорились, что, наверное, 9 числа он уже заходит, ну, как минимум на 40 дней. И после 9 числа, как он только будет заходить, мы будем делать с ним прямые эфиры. Он будет рассказывать пошагово, как он себя чувствует, потому что он самый обычный человек, который не чувствует после пяти дней сухих, вот как многие рассказывают, эти вот бабочки, вот эта всеобщая любовь, там еще что-то. У него нет этого. Он самый обычный, самый простой человек, который просто идет на исцеление самого себя. И это, наверное, очень важно. И это еще одно из доказательств, что мы идем правильным путем. А у меня бабочки. Олесь, ты умничка. Просто не у всех, видимо, так, к сожалению. Да это здорово, что у тебя есть. Вот, поэтому мы будем делать с ним прямые эфиры. Возможно, они пока будут только в закрытом клубе, пока он не готов выходить, возможно, на большую публику. Вот, поэтому присоединяйтесь, смотрите, следите. И после 9 января, когда начинается марафон в закрытом клубе, Миша там будет, мы там будем проводить еще и с Мишей эфиры. Он будет выходить туда, будет рассказывать, какие у него состояния. И он идет, ну, я так полагаю, что минимум на 21 день, а, возможно, на 40, потом небольшой перерыв сделаем и уже в автономию. Поэтому всем, ребят, всем здоровья, которое есть в вас самих, откройте его. Не ищите какие-то свои бонусы, какие-то свои плюшки искусственные в искусственных болезнях. У вас нет болезни. Вы абсолютно счастливый, здоровый человек. Научитесь жить счастливо, научитесь жить и кайфовать от самого себя. Не от каких-то процессов, которые не привязаны к вам, а просто от того, что вы есть. А если у вас это не всегда получается, то есть как минимум мы с Римой, которые вас с огромным удовольствием приведут в это благостное состояние, потому что мы обожаем, когда вокруг нас... Я очень люблю, когда вокруг меня собираются счастливые люди. Я с огромным удовольствием раскрываю, что есть вас. А вы — это целый космос. Спасибо вам, Римля. Да, мега-мега новости. Это действительно дорогого стоит. И Михаил, который живет в Португалии, если будете смотреть, будешь смотреть этот эфир, мы поддерживаем тебя, и мы просто восторгаемся твоим героизмом, потому что на самом деле иногда опускаются руки. У меня у самой подруги сейчас в состоянии перед химиотерапией, и, слава богу, ей отложили на месяц. Эту химию. И у нее сейчас тоже интересные процессы происходят. Она настолько структурировала свой день, знает, какие продукты дают ей энергию и так далее, в какое время. И я сейчас... Ты помнишь, Света, с которой ты работаешь, с Мариночкой, да? Да, мы с вами работаем. И у нее сейчас... Ребят, я не знаю, на правах, наверное, ведущей скажу, что в ее жизнь пришла любовь и одноклассник, с которым они жили вроде бы всегда в одной местности, сейчас заботятся, каждый день что-то приносят, каждый день у них какие-то новые впечатления, эмоции. Там просто... Она говорит, почему я раньше не замечала его? Почему? Я говорю, вот пришло время. Называется, пришло время любить. Вот, поэтому, ребят, любовь все исцеляет и поддержка, так как вот Светлана действительно уже, видите, она перестала быть учителем каким-то, направляющим. Она просто стала другом, и у человека пошло доверие и вот поддержка, это очень важно, ребят. Это очень-очень важно. Поэтому, да, будем ждать, ждать эфиров с Михаэлом. А, Светочка, а он вышел, и он питается скромно, да, пищей? Какой питается? У него только сырая пища, очень скромная, либо просто соки, но это совсем малоедение. Вот, он как раз расскажет и про вес, и про то, как к нему пришли снова те ощущения, которых он давно не знал и не чувствовал. То есть он сейчас все-таки нашел то, от чего он получает удовольствие, это дайвинг. Он мне сейчас скинул опять новые фотографии, нашли они новую пещеру какую-то. Вот, поэтому, да, все, к нам приходит, ребят, к нам приходит то, от чего мы кайфуем внутри. Мы настолько начинаем раскрываться, что оно как бы, как ниоткуда приходит, потому что мы просто созданы, мы созданы из любви, мы созданы для любви. Я подтверждаю. Мы все созданы из одного и того же вещества под названием «Любовь, друзья», да. И как раз на курсах, которые я провожу, я как раз постоянно говорю о том, знакомьтесь, это вы, это вы сами. Мы все созданы из любви, действительно, из безусловной, без каких-либо условий, ни за что-то, ни за, не потому что, просто так, по праву своего рождения, друзья. Вот так. Спасибо, спасибо, Илюш. Вот. Ну что ж, у нас прекрасно прошли полчаса. Я заглядывала на YouTube, там, от Марии, были вопросы, которые ты зачитала. Есть ли сейчас еще что-либо, чтобы я не прерывалась? Есть очень много в этом, в YouTube. Расскажите, пожалуйста, о гвоздях. Ну, гвозди у нас будут как минимум двое, немножечко разных. Я не знаю, Римочка, это тебе слово. Да, а ты третий еще не заказала? Нет, я не заказала. Я пока решила, что вот эти вот и ставим, потому что я же с инструментом еще поеду. Да-да-да. Который, да, потом мы его озвучим. Один сюрприз. Ну, что я хочу сказать про гвозди? Гвозди – это в первую очередь ваш момент здесь и сейчас, друзья. Гвозди – это как раз-таки состояние без мысли. Состояние, где вы можете наблюдать за своими ощущениями, за тем, как вот это все происходит, поднимается до вашего мозга и уже сигнализирует о том, что надо вставать, потому что ум не любит тратить энергию. И поэтому всегда он будет сгонять вас и говорить, что очень больно, адово, больно и так далее. Но самое главное здесь не на терпении, друзья, а на любви опять к себе, из любви к себе, потому что до этого мы все ставим свое намерение. Каждый человек с каким-то намерением для себя, для пользы своей становится. И поэтому намерение должно быть настолько велико и грандиозно, чтобы вы понимали, что если вы готовы слышать нас как инструкторов, вы пройдете буквально 2-1,5 минуты, может быть, 3 у кого-то. И это все как будто бы, знаете, рукой снимает и открывается сердце. Воскрытие сердца происходит очень быстро на гвоздях, и тогда вы начинаете танцевать на гвоздях, тогда вы начинаете уже сотворять, я так скажу. И на самом деле не важно, какие гвозди будут, садху, не садху, подвижные, неподвижные, анатомические, не анатомические. Важен вот этот целостный подход к этому вопросу, для чего я становлюсь на гвозди. Не просто там, знаете, ну, достижение какое-то сделать, сделать фотографию либо видео, а это то, с чем я хочу поработать, что я хочу в себе увидеть, и с помощью инструкторов, с помощью нас, почувствовать по-другому. Вы будете чувствовать состояние, расстояние между гвоздями, вы будете чувствовать вот эту поверхность, как воздух гуляет между гвоздями, вот в стопах у вас. И ваше доверие очень велико. Те, кто доверился, у нас танцевали на гвоздях. Одна из них, Леночка, я думаю, что если она смотрит эфиры наши, Лен, привет! Вот, ты, конечно, умничка. Мы еще сделаем видео, смонтируем именно отдельно по гвоздям, друзья. Все, кто стоял у нас на гвоздях, мы сделаем прям такой вот хороший релиз. Да, это очень круто. Гвозди, конечно, ребят, это именно за границей ума. Выводит вас за границей вашего ума, и вы понимаете, что границы – это настолько незначимо, и мнимый мыльный пузырь, который вы моментально проходите. Это легко, это круто, это в такой благости, и вы просто огромные-огромные становитесь. Просто вы становитесь всем за какие-то считанные минуты, за какие-то мгновения. И это круто, это классное состояние. И так хорошо всем, всем могущим, всем могущим, да, и всемогущество. Выход за пределы ума, друзья, вам гарантирован. Да, заметки странника, я тут быстренько отвечу. Здравствуйте, вы тут такой большой-большой вопрос задали про переходы на автономию. Я сейчас не успею вам это рассказать в одном эфире. У меня очень много видео есть и на этом канале, на Автополстар, и на моем канале более детальных. И если вы хотите прям какие-то более интимные вопросы, то мы их обсуждаем очень много в закрытом клубе. присоединяйтесь, там очень-очень много информации, которая будет прям точечно рассказывать вам и раскрывать те моменты, которые вам нужны. А здесь мы даем как бы просто общую информацию, чтобы люди знали, где, что, куда идти, не закружая их какими-то нюансами, которые, если им нужны, то они обязательно их могут найти в наших абсолютно бесплатных видео. Так, и Мария спрашивает, а сколько дней Михаил сухих сделал? Последний раз перед последними анализами он сделал 21 день сухих, абсолютно сухих дней. От чего опухают губы обильное слюноотделение сухие дни суббота, понедельник, среда? Опухают губы, это у вас выходит в любом случае, как бы, если вы пишете понедельник, суббота, понедельник, среда, это максимум 36 дней, 36 часов, насколько я понимаю, 36 часов у вас еще не запускается процесс избавления от еды, избавления от жидкости. А все воспалительные процессы у нас они базируются на жидкости, то есть не будет жидкости, не будет воспалительного процесса. То есть за этот день у вас это только начинает организм готовиться к очищению, и просто у вас он наружу, еще даже не совсем из организма, а просто к краешку пододвигает весь мусор. И поэтому уйдут аллергические реакции, окупание, какие-то сопли, насморк, какие-то расстройства пищеварения. Это все идет именно в первые часы, в первые дни. И если вы уже привыкли три раза в неделю делать сухие дни, то я бы, наверное, вам рекомендовала все-таки не три раза в неделю по 36, а хотя бы один раз в неделю, но по 50 часов. И тогда у вас будет абсолютно другой эффект. Попробуйте. Да, попробуйте два-три дня подряд, друзья, сделать это, и тогда будет по-другому подряд. Ну, у нас с вами уже прошло полчаса. Светочка, я все-таки хотела бы немножечко разъяснить ребятам по поводу детокса с 14 февраля, чтобы не было страхов у тех, кто находится еще далек, скажем, от пищевых пауз и так далее. Ребят, мы вас будем кормить. Я хочу вас обрадовать. Мы вас будем кормить, только это питание будет очень таким, скажем, насыщенным. Это будет все зеленое. Будем делать замасливание. Замасливание ваших всех органов и систем. Не переживайте, все будет прям, знаете, в таком, как сказать, в бережном состоянии с вами. И поэтому вы будете сыты, мы вас уверяем. У вас будет очень много энергии. Мы будем с вами делать различные практики, как лимфодренаж, такой гимнастику лимфатическую. Энергетические практики, будут медитативные практики, холотропное дыхание. В общем, много будет таких активных практик. И это будет утром, конечно же, практики, такие активные в обед. И вечером уже более спокойные, более такие, скажем, уже статичные действия. Естественно, будем много гулять, будем много общаться, играть. У нас будут игры. Танцевать будем не только на гвоздях, по-разному. Поэтому будет очень интересно. И мы всегда за любой экспромт, если у кого-то будет какое-то предложение, конечно, конечно. Так что мы объявим, да, Света, когда 1 января, да, разместим всю эту информацию, разместим первого. Завтра уже, да. Наверное, вот как только нам подтвердят, я думаю, что это максимум до 4 числа. То есть, ребят, в любом случае, если у меня уже спрашивали, в любом случае уже можно бронировать места. Да, просто мы вам скажем, это будет Сочи, просто мы вам скажем, где это будет просто, может быть, возможно, изменится улица. И все. Вот, поэтому, да, уже кто хочет, можете бронировать. Но это только пока через личку, потому что мы... Море рядом, да, конечно. Моречка у нас будет рядом. Море будет на первой линии, независимо от того, какой мы выберем вариант для вас. Вот. И мы еще сделаем такое, что первые... Первую неделю, первые 10 дней будет у нас совершенно другая плата. То есть, она будет более, как сказать, гуманная. Потому что, кто в первый-первые встал, того и там. Вот. Да, кстати, там песок, друзья. Там даже не камни. Вот. Вы правы, Илья. Вот. Поэтому и следите, следите за новостями, следите за информацией в сторис и будьте всегда с нами. Да. Всех, всем огромное спасибо. Это был достаточно такой плодотворный и, наверное, очень-очень важный год в моей жизни, который мне дал очень многое. Но я завтра обязательно сделаю, ребят, не забываем. Я завтра сделаю это все в одной фотографии. Все мы делаем в одной фотографии все, что с нами произошло значительного за этот год. Это будет шуточная, классная, клевая фотография. Выставляем, помечаем, помечаем нас, помечаете, кого вы хотите передать этот флешмоб дальше. Это будет, наверное, очень смешно, очень весело и очень круто. И всех, конечно же, благодарю. Благодарю Автополстар, благодарю Римочка, что мы с тобой познакомились в этом году. Благодарю всех ребят, кто такие огромные, теплые, великолепные отзывы шлет. Благодарю всех, кто излечился и исцелился, потому что вы нас ведете. Не мы вас, вы нас ведете и показываете, что все это возможно. Я вас благодарю за ваше здоровье, за вашу любовь, за то, что вы есть. Всем огромного спасибо и следующий год для нас будет еще лучше. Да, благодарим за ваше доверие, друзья, потому что действительно до самой веры должно сначала быть, да, а вера потом уже просто она такая незыблемая, она уже ничем ее, как говорится, не сдвинуть. И вот без веры никуда не уйти, друзья. Поэтому, как сказал человек один, если я увижу Бога, если я увижу, поверю, а Бог ответил, поверишь, увидишь. Так что, друзья, всем вам веры. Вообще такой, знаете, большой веры, незыблемой веры, и мы вас верим. До новых встреч. Всех с Новым годом.